Поселок Восточный Черновского района, улица Мира-2. Этому дому уже 70 лет. Первый и последний капитальный ремонт делали 37 лет назад. Ни скорая помощь, ни пожарные уже не выезжают на этот адрес. Аварийное здание просто не числится среди жилых домов. Тем временем здесь живет семья из четырех человек, двое из которых дети. Да, что в квартире невозможно ни стол поставить, ни раскрыть, потому что невозможно нигде проходить. Маленький ребенок в первом классе учится, делает уроки на кухне. Делаем долго, потому что надо и покушать, и приготовить, и все это убрать. Потом убираем, он садится, делает. Началом конца стал пожар в 2003 году. Тогда дом удалось отремонтировать, но жить в уюте уже не получалось. Спустя время появились дыры, здание понемногу стало проваливаться в землю. В 2003 году обвалился потолок. После сильных летних дождей осталась вода в подполье. Дом вообще уходит в землю, вообще его даже не видно, квартиру-то уже. То есть там, где калитка, там вверх, а здесь совсем внизу все. Крыша у тепляка упала, прогнила, потому что все ведет весь дом. По приговору суда семье Матвеевых положена новая квартира в 56 квадратных метров. Около трех месяцев назад Елена решила попросить помощи в краевой администрации. Несколько раз была на приемах. И показалось, дело сдвинулось с мертвой точки. Нам сделали печку, которая была у меня без плиты. Теперь мы не мерзнем, как бы у нас тепло. Но тепло, как наверху тепло, внизу полы все изнившие, все провалено, по низу все равно дует. И вот сделали свет. Сейчас как бы не выбивает, счетчик не горит, но проводка все равно старая, также и осталась. Однако косметический ремонт сделали на время. Чиновники обещают заселить Матвеевых в положенную им квартиру до 3 ноября. По нашей информации, дом, в котором семье предоставят квартиру, еще строится. И неизвестно, сдадут ли его к обещанной дате. А между тем, мама Елена за голову хватается, как пережить предстоящую зиму.